итак мы переходим после растирания и такого легкого намека на разминание к вибрационным техникам в чем отличие от этого нашего мануального массажа от олега аллафа гудвина значит вибрации мы делаем в разных осях в разных плоскостях стараясь как можно больше степеней свободы позвоночника его сочинения там с его уровнем с крестцом со всеми остальными частями тела задействовать а именно почему именно вибрации почему именно вибрации потому что если есть какой-то спазм или блок он долго не может сопротивляться вибрации рано или поздно раскрепоститься отпустит вибрация первая вот такая прямая рука это пожалуй единственное движение и запомните он говорил что все идет от бедра от пятки до у нас или от центра нашего тела движение то тут идет движение от руки точнее ее пальцы вращаются и за счет трясутся тряска такая за счет того что рука прямая или жесткая передается вибрация на туда в тело ничку проходим до конца чувствуешь вторая вибрация мы запускаем импульс туда в тело примерно по целых градусов вперед для этого мы кстати все движения начиная с крестца пусть я на стянулся промахиваясь мимо осистистых отростков раз повернул вывести массива сил давления на поясничный именно поясничный любая сила давления вы можете продиагностировать если человек грыжу или нет в принципе он сразу вам скажет либо вот нажав носить отростки мягкой рукой мякотью вернее ладони чтобы не снижаться было давление спросите здесь болит мне внутри позвоночник поверхности от нажатия внутри нет да нет вот ну либо можно пальцем продавить тогда вы делаете аккуратно или если есть воспалительный процесс как я говорил тут даже может теплее быть про то уж а если нету то сюда давить доход всем телом понимаете не будут так больно но опять же смотрите по консистенции человека если эта девочка вот такой толщины и у нее выпирают вы просто можете ребра и повредить сдвинуть тогда если не жмите сильно ну там качкам толстякам можно с любой силой и даже об этом не задумываюсь особенно на крестец вообще же рекомендую всем телом даже женщина особенно женщину потому что у них это самый мощный костяк тазобедренной кости называется дури можно нажать понимаете и вот это тоже вибрацию добавил это мы немножко забежали вперед вот и при этом давайте про него расскажет прием да прямо ставлю пулак всеми костяшками даже немножко разворачиваю так чтобы вот эти косточки еще больше напирали вот эти вот сползаю массирует листец когда дохожу до позвоночника мои пальцы немножко расходятся и астиста тростки позвоночника идут между пальцами здесь посмотрите между ними сам позвоночник саму поясничку вот этом надо техники немножко забегая вперед это только поясничного высот пять позвонков можно там несколько грудных нужно делать уже отсюда начинается ну что вы хотите добиться понимаете если вы уже начинаете подготовили человека к мануальной к мануальным тракциям вот этим всяким до трастом тогда да может пройти до конца но сейчас мы пока еще массаж делаем пока делаем массаж мы работаем с противоположной частью тела человека с его мякотью так скажем пока мы еще на позвонки не воздействуем и так еще повторяю сползает сюда первая вибрация к прямая потому что через жесткие сочленения больше передается вибрации вторая вибрация отсюда я давлю опять прямой рукой и чтобы это давление было побольше я второй рукой подкачиваем это практически получается ребер на позвоночные сочленения они как раз идут под вот этой мышцы если вы мышцы отодвинете вот увидите убирают пощупать может пройти пощупать вот то есть получается от оси позвоночек это чисто отростков примерно сантиметров 7 где-то до начинаются выбиранные вот эти вот дуги то есть вы же знаете позвонок имеет отростки назад и боковые боковые вы как раз вот такой ширина получается вот давя через эту мышцу но это точнее группа мышц много паравертебральные мышцы его нужны в числе мы воздействуем и нам здесь связочный аппарат с лёбрами наверно позвоночные сочинения вот я прямо вот здесь конечно там где область почек поменьше все таки это не давление это уже когда вибрация в российский удар поэтому туда же ударить сюда не надо вот эту зону просто нажать и просто мягко и в сторону можно сильно но мягко этого тоже филиграмность работы когда вы уже научитесь дойдете своим опытом до того что вроде бы вы и сильно действуете но человек не стонет потому что одновременно это мягко потому что высокости будет постоянно ходите сползаете что вводя ее в сторону и кровь вводя по же сторону так вторую вибрацию поняли да третье это вот мы берем этот валик прямо оттуда для мышц начинается он сочинение крестца вот крестец потому что ямочки между ямочкой и вот позвоночник когда есть начало мышцы берете и вот так вот это третья вибрация до четвертая вибрация похоже на то что мы делали помните вытяжку такой да только здесь мы мягкостью большого пальца упираемся прямо в осисти позвонки и таким образом мы действуем три в одном с одной стороны это все таки этот вытяжка идет да с другой стороны мы подбиваем эти позвонки дело в том что они часто бывают расшатаны и осисти позвонки вот если смотреть по вертикали да вот мои пальцы как будто бы то не они должны быть все на одной линии ну человек они будут повернуты как-то сдвинуты вот так вот да мы их стараемся подбить в бок чтобы вставить на место как бы такой импровизированный молоточек пока еще не щелкнет достаточно полезно будет поэтому людей предупреждаете вот и третье что мы делаем за этот проход это нельзя да не это такое страшное движение все грыжи и кисты они находятся в глубине сантиметров пять чудо них ну да не даже не дойдем вот и третье что мы делаем вот за счет этого прохода у нас больше подушку большого пальца достаточно чувствительна и мы ею проверяем все что где-то там имеет какой-то тяж какой-то блок какой-то спазм это будет такое напряжение вот так и петербурган ценностью тянущиеся от позвонков сейчас мы за нормально все немножко есть чуть-чуть повернул соответственно сюда влево это мы будем до снимать блок потом процессе сейчас пока просто диагностируем вот еще но это просто мощное напряжение на месте вот еще вот та самая мышца который говорил хорошенькая вот более-менее все чисто мастера иногда делаю до такой степени что даже просто ложку отберут ты на стороной да вот так кладут проводят и за счет того как вы бежали ложку как уходят они уже видеть какой блок ложка не надо нам достаточно пальцы вот попробуйте это сделать сначала тремя проходами до вытяжения потом подстукивание потом тест пальцем палец может держать и это тоже сейчас все сейчас все делаем да палец может держать большой как у вас он гнется если он гнется больше держите его вот так если не гнется можете вот так острее удержать если совсем как-то он там у вас не аккуратно расположен вот так вперед удержать то есть неважно как вы удержите у кого-то просто подвижность разного большого пальца неважно просто выпал и почувствуйте вот тест такой где диагностика где есть проблемку вот он конкретно вы видите даже покраснение появилась вот а потом вы за один проход берете сразу все одновременно делаете позвонки оставляется вибрируете и вернее вы подбиваете и это вибрация вот такая оси позвоночника и это же вытяжка 3 и 4 это же диагностика вот на этом элемент с вибрации у нас пока закончится а в следующем видео уроке я вам покажу уже более глубокую работу с мышцами спины и с паровентебральными мышцами вдоль позвоночника